а вы откуда киев украина понятно о чем говорите все обсуждаете в принципе по всем политики наверно политики тоже как бы not bad и что у вас там not bad кстати вы знаете что такое вот это выражение означает на английском сленге ну откуда ж мне знать я здесь 27 лет живу не ну серьезно знаете нет не слышно просветите меня ну конечно я сейчас не к тему сказал но бы это понятно уверен был что вы не знаете на самом деле это комплимент девушки по-русски это означает что класс я бы отдался офигеть это кто вам это кто вам такое рассказал девушка у как рассказали классные шотландские парни не ну конечно классные шотландские парни только в украине могут рассказать естественно как какой сленг в америке на эту тему молодцы не все логично я понимаю что в америке вы можете этого не знаю поэтому сказал и переспросил спасибо вам наконец-то я хотя бы будут но этот самый как его ну понимать чего не говорят а то еле-еле вообще как говорится передвигаюсь нет вот шотландцем шотландцем я понял вас офигеть не лучше нормально хорошо ну а чё-нибудь из местного из местных новостей расскажите что там у вас в киеве говорят война то будет и уже есть нет ну война на сколько сил лет как есть началась и серьезно россия пытается тушить украину прям серьезно пытается двое дело шоу россия скажите подождите можно я вопрос задам я быстро задам вопрос этот самое а скажите вот душите россия пытается душить украину и товарооборот более 10 миллиардов это что за такое удушение с украина есть товарооборот россия не знаю какие вы стоите американские явно неправильно нет до сих пор да есть такое ну масштабы вот тоже вы сказали там 10 миллиардов это может быть там семь восемь лет назад и был не не поверите это вот буквально так скажем данные за за прошлый год даже ну зайдите на ваш этот самый как он называет украина это на сайте например свобода или на сайте этим сайтам особенно может вы зайдите на экономический сайт не на политический сайт а просто на экономический но вы уйдете ну ладно потом перепроверили читали с говно сайт конечно да да я согласен у нас их вон в украину понятно скажите такую вещь можно еще вопрос да я надеюсь да вы вы же наверно помните что была война да и так и 22 июня немцы вот как говорится бомбили украину особенно правильно ну да ну то есть вот вы четко знаете 22 июня началась война с фашистской германией нет началась 17 сентября 1939 года вы адекватный человек я еще раз сказал я не исправил а потом это будет значит этот самое очень поражен конечно вашими знаниями я еще раз повторяю и подчеркиваю война советского союза с фашистской германии началась 22 июня или вы тоже эти бог вы тоже будете отрицать война советского союза с фашистской германии хорошо то есть вы это знали все все подождите теперь внимание вопрос вопрос говорю можно задать алё алё вопрос внимание вопрос если 22 июня 41 года началась война с фашистской германией мы об этом все знаем скажите мне дату когда началась война с россией это всего лишь семь лет прошло украинская война с россией началась до какого числа ну шла она очень интересно шла 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 и пришла понятно очень тихо захватила крым с учетом что украины я не спрашиваю я всего лишь задал вам вопрос я вопрос на вы мне начинайте про другое хорошо про крым чуть попозже подождите про крым говорю чуть попозже а скажите у вас 2014 году что произошло переворот где один олигарх захватил власть после другого олигарха или революция я извиняюсь мужчина у вас немножко мозгов есть ли как вот я и спрашиваю я же государственного переворота можете гуглить так гелукович ну никто не убивал не арестовал он сбежал понятно так что так что произошло причем для него никакой угрозы не было это нам путин рассказал да я я понимаю но тем не менее да даже если так они понимали что они преступники они сбежали тоже я не про этот вопрос я вам вопрос задал вы не в тем отвечаете алёк вы не в тему отвечаете человек вы не отвечаете не в тему алёк я вы не в тему отвечаете я вас не это спрашивал я говорю скажите мне еще раз повторяю вопрос 2014 году на майдане что произошло революция или переворот просто ответьте что ну скажем так переворотом я это назвать не могу потому что переворота не было а что было а революция ну вот в плане как называют там этого октябрьскую революцию у вас 17 года у нас и называют октябрьским переворотом такой революцию у нас тоже не было понятно а вы же вы же верите гуглу власти знаете воровской такая же как у вас сейчас есть а у нас такая же ссала и съебалась вот мой ответ офигенный ответ офигенный я просто сижу и офигеваю значит и так вы же вы же хорошо хорошо пускай даже так а скажите а в этот же год 2 мая в одессе что произошло а вот здесь и произошло очень простое подавление шепаратистов и любители русского мира очень простое надо мочить по всему миру я понял правильно у нас пока в киеве не трогают но ставят на место ну вот есть восстали попытались там чего-то сделать и блядь замочили правильно сделали мало и одесса сейчас это классный отличный город в отличие донецкой и луганской понял я понял градацию я понял вашу градацию а можно еще один вопрос скажите а в мариуполе 9 мая именно 9 мая что произошло произошло при низкие войска вы любители русского мира сепаратистов называйте как хотите выделить жестко и правильно сделать правильно то есть когда вводятся вы сейчас если россия полезет то получит такой пизды что вам мало даже москве не покажется поверьте мне ну верю все же верить россия россия и ваш ну ваш путин скорее всего он где-то вот так попацанячий он ссыкун по какому он полез в крым и получилось без выстрела вот все там отжать и так далее вот молодцы да какие полезно донбасс получил в ответ пизды две трети донбасса украина отвоевала остались вот эти вот недореспублики которые вообще ничего из себя не представляют понятно а когда вы вот собираетесь так скажем их захватить что вы с людьми будет собираетесь делать потом с кем ну с теми кто живет там на донбассе вот правильно хоть кто-то тебя правильно назвал вот 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 Продолжение следует...